Царство небесное Это очень интересное утверждение, потому что мы склонны во всем винить врага, что он пришел и украл, но он крадет только там, где нет стражи, там, где нет усердия. И там, где нет убедительности. Мне кажется, Иисус именно об этом говорит. Далее он говорит о пшенице посеянной между плевел. Опять у нас есть реминистенции в еврейской литературе. И когда зашла зелень, и когда появились и плевелы, придя же рабы до молодых и сказали ему, господи, не доброе ли семя ты съел на поле своем, откуда же в нем плевелы? Рабий Тарфон говорил, день короток, а работы много, и работники ленивы, но вознаграждение велико, и хозяин торопит. Почти новый завет. Он же сказал им, враг человека сделал это, а рабы сказали ему, хорошо, хочешь ли ты, мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Корни сорного растения, они всегда как бы сильнее корней пшеницы. И естественно, что когда человек начинает судить, что ему выдирать, он выдирает и то, и другое. Тракт Бава Кама, Бава Кама 97, 92, я прошу прощения. Рава спросил у рабы Бар Мани, откуда, то есть где в Писании подтверждается поговорка, вынимая колючку из кочана капусты, можно вырвать и кочан. Бар Мани ответил, из сказанного у Иеремии 2, 29, для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. То есть из того, что Всевышний включил Иеремию в число согрешивших. Ну, знаете, надо иметь богатое воображение, чтобы увидеть в этом, как можно вывести колючку в кочан капусты. Ну, то есть Иеремия включен в число согрешивших. Тем не менее, так считают раввины. Сказала ему раба, ты думаешь так, а я думаю, что из книги исход, где сказано, и сказал Господь Моисею, да коли будете отказываться соблюдать задповеди моей и постановления мои. То есть и Моисей подпадает в число отказывающихся. То есть каждый раз, когда мы пытаемся уличить кого-то и вырвать его с корня, мы должны помнить, что даже Моисей или Иеремия, по крайней мере, так на это смотрели раввины, они могли видеть в этом, что они олицетворяют для них притчу про кочан капусты, в котором колючка. Так насколько же более мы. Есть еще одно место. В Талмуде рассказывается о том, как раби Элиезер пошел работать, ну не в полицию, а пошел работать, ну, как бы сейчас назвали, дружинником. Вот он пошел работать, как бы сотрудничать. Раби Йоша бен Кархия поставил к нему послание, после того, как он пошел работать в полицию, для того, чтобы, речь-то о том, что он должен выявлять каким-то образом пьяных людей. Он говорил, каким образом, ну, потому что, например, если ты будешь, придешь, скажем, в кафе или в ресторан, в таверну, как называлось, и там сидит человек, который должен работать, а вот он спит, потому что он всю ночь, значит, работал. Вот его хватайте. А если, например, просто человек сидит себе и выпивает, но он не спит, все нормально, потому что он ночью спал нормально. А этот, значит, он отработал, значит, он был вор, не в этом делал. И когда этот берет на себя функции решать, кто прав, кто виноват, другой раб, раб Йоша бен Кархия послал к нему послание. Говорит, ты, говорит, уксус, сын вина. Зачем, уксус, сын вина. Зачем ты губишь детей нашего народа? Ответил раб Елизавра, я уничтожаю волчиц из виноградника. А раб Йоша написал, когда придет хозяин, он и уничтожит волчиц. Это тема, которая была нелезь. Ты не можешь решать. И Иисус говорит абсолютно то же самое. Он говорит, ну, как мы можем, это не нашего ума дела. Я, господин Жатова, я в свое время приду, я наведу порядок. Ну, и причем, он предлагает, про горчичное зерно. Но я слышал очень много, знаете, высказаний по поводу того, ну, вот, это, мол, где, как же, горчичное зерно. Во-первых, оно не самое маленькое. Есть зерна меньше, поэтому они ошибаются. И вообще это никакое не дерево, это куст. Да, конечно, есть меньшее. И это никакое не дерево. Это куст. Но мы забываем, что дело-то происходит среди евреев. И вот в еврейской системе мер и весов в Талмуде горчичное зерно считается наименьшим. Что бы ни говорили по этому поводу. Вот оно считается наименьшим, и все, поэтому, естественно, его приводят. Более того, оно считается деревом, хотя со всей очевидностью оно является кустом. Согласно Аллахе, или своду законодательному, как поступать еврею, она имеет статус отличный от злаковых и приравнивается к дереву с точки зрения законов посадки. То есть Аллаха определяет, вообще говоря, все полностью, как вести свою жизнь, включая сельскохозяйственные работы. Поэтому, естественно, что, когда приводится в пример горчичное зерно и дерево, оно не пишется грекам, потому что они, естественно, этого не понимают. Оно пишется евреям для евреев. А птицы, которые гнездящиеся в ветвях, символизируют, кстати, благословение. А в еврейской точке зрения они, наоборот, похитители, как это есть. Надо понимать, что символы меняются. Если буквально пару стихов назад птицы были посланниками князя Мастемы, те, которые крадут, то в данном случае птицы, которые поют, символы могут меняться. Нету никаких фиксированных символов. В Псалме насыщаются деревья Господни, кедра Ливана, которые посадил он, в которых гнездятся птицы, жилища и стовки париса, горы высокие для горных козлов, и скалы, убежища для доманов, это животные. Иную притчу он рассказал им Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисла. Тут еще один важный элемент. У нас закваска это символ греха. Всегда. Не так у евреев. Иногда закваска это символ греха, а иногда это символ благословения, которое есть здесь. Нету никаких раз и навсегда фиксированных символов. И все прекрасно понимают, что в одних случаях деньги могут быть благословением, в другом случае деньги могут быть проклятием. В одних случаях золото это благословение, в других случаях золото это проклятие. Мы постоянно видим эти символы, которые есть в Писании. В данном случае, когда говорится о закваске, это нечто такое, которое происходит без твоего участия. Когда процесс запущен, он уже идет. Процесс брожения не требует твоих корректировок. То есть процесс Царства Небесное, который запущен Господом Богом, он не может быть остановлен. Вот в этом смысле женщина, которая положила три меры муки, доколе не вскисло все. Ну и Господь заканчивает, когда говорит, посему как собирают плеволы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. «Медраж Тейлим» или «Медраж на псалмы» «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно». Точило это место, где делали вино. Говорит Писание. «Пустите в дело серпы». Раби Пинхас от имени Раби Хилкин говорит ангелам. А учителя говорят Израилю, ибо не воспевает он песни ни о жатве, ни о сборе маслин, ни о соборании винограда, но только о Точиле поет песнь. «И посылает сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, как будет плач и скрежет зубов». Почему печь огненную? Ад представлялся евреем огненной печью. Раби Натан говорит, где Тора рассказывает, что Всевышний показал Аврааму ад, и дарование Тора, и рассечение моря. Это вопрос написано. «И когда зашло солнце, и наступила тьма, и вот печь дымящаяся, и пламя огня, который прошел примерно тех половин». Печь дымящаяся – это есть ад, как написано, «огонь на Сионе и горнила в Иерусалиме». Еще продолжает Иисус, «Царство небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». Сказал Раби Шимон Бар Яхай. Это похоже на человека, который надел досталось место в огребной яме. Он же, будучи ленивым наследником, пошел и продал ее за небольшую цену. Покупатель, раскапывая ее, нашел в ней клад и продал его с выгодой, построив на вырученные деньги роскошный дворец. После этого, при каждом выходе его, выходил он со свитой, и, видя это, бывший владелец сокрушался, говоря, «Горе мне, что потерял я». ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Ну, приблизительно схоже с предыдущей притчей. «Еще подобно Царство Небесное небоду, закинутому в море». И спрашивает Иисус, «Вы это поняли?» Они ему говорят, «Так, Господи!» Это очень конкретный ответ, и очень распространенный в Израиле сказал им «Святой, благословенный, милый вы в глазах отцов ваших. Принимаете ли я Бог ваш?» Сказали ему «Так». Понимаете ли вы, да и будет, что не будет у вас других богов передо мной?» Сказали ему «Так». И так спросил каждый из заповедей и сказали ему «Так». Медраж Таилим 84. Это стандартный еврейский ответ. Ну и, наверное же, жемчужинами, надо сказать, что называли грани Торы, собственные открытия в Торе, сделанные мудрецами. «Придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая мудрость и силы, и не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, и Иосиф, и Шимон, и Иуда, и сестры его не сели между нами? Откуда же у него все это? Дело в том, что в раввинистической литературе существуют многочисленные высказывания о том, что мудрецы старались сторониться от простолюдинов до такой степени, что существовал, даже не запрет, а рекомендация раввинам выдавать своих дочерей замуж за животных, но только не за простолюдинов. Понятно, это была гипербола, но она должна была сказать, что человек, который сознательно не хочет изучать или не в состоянии, он не просто глупец, он еще и грешник. В то же время, есть и многочисленные предупреждения не относиться с высока. Одно из выдвигаемых требований не относиться с презрением к простому народу. Ну и здесь, наверное, вот здесь вот такая вот антипозиция, когда люди, глядя на Иисуса, говорили, вот секундочку, он не может ничего знать, он вообще не происходит из рода священников, его мать Мария, его отец плотник, и вообще он родом из Галилеи, откуда он может знать все эти вещи? Соблазнялись о нем, Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, только в отечестве своем и в доме своем. Может быть, в конце следует отметить вот что. Талмуд задает вопрос, почему мудрецы, живущие в Вавилоне, а надо понимать, что когда мы говорим Талмуд, вообще существует два Талмуда, Иерусалимский более короткий, и Талмуд, и он создавался в третьем веке нашей эры в земле Израиля, но в четвертом он был завершен ввиду того, что начались очень серьезные преследования, тем более при Константине, и не было возможности продолжать эту работу, евреи как бы переселились в Вавилон, гораздо более обширное, фундаментальное издание. Поэтому, когда говорят Талмуд, имеет в виду Вавилонский Талмуд, и естественно, все самые большие учителя жили в Вавилоне, аморы. И Талмуд задает вопрос, почему мудрецы, живущие в Вавилоне, так любят дорогие пышные одежды. Объясняется, что они не местные, и для того, чтобы вызвать уважение, должны демонстрировать свой статус одеждой. Постовица говорит, в родном городе имя мое, это то, что делает мне честь, а в чужом городе меня уважают по одежде. Иисус не имел знатного происхождения, это то, что, в общем-то, отмечали его земляки. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Продолжение следует...